Так, Евгения вижу теперь, теперь осталось всё, отлично. Ну всё. Тройной удар. Здравствуйте, господи. Здравствуйте. Ну что, Москва хвастается тем, что домашнее задание трогать не надо. Значит, будем мучить его втройне. Не-не-не. Я, конечно, могу попробовать вот это четвёртое упражнение делать, а то я сломал голову просто об него. Что-то было как-то тяжко. Я так не жалуюсь просто, констатирую. Я вообще не успел сделать всё. Ну, слава богу. Значит, я не один, да? Ну, честно сказать, что-то как-то... То ли полиграфия, то ли надо выучивать всё. Ой, когда я слышу слово полиграфия, дам я вам полиграфию, тогда вы не скажете. Не, я думаю, что просто надо больше заниматься. Но, к сожалению, неделя была сложновато. Не, на самом деле, я готов вот четвёртое упражнение почитать, потому что у меня много вопросов там осталось. Я нереально не всё там прочёл. Так, что... Как с домашкой у Иркутска? Тоже никак. Нет, почему? Я вот второе делаю. Второе! Из пяти! Да, которое напишите письмо до Ванагаре. Угу. Не, я сделал до четвёртого включительно. Но четвёртое это было, конечно, чё-то тяжелё. Спасибо. так тут и я тут а так дима потеряли москва почему не видно вроде видно евгений у вас домашки как я делал сейчас будем бить по больному то что не делал будем бить иркутска начинаем так занятие было 4 хорошо то есть мы читаем иркутск хочет сказать что он еще ничего не начал толком переводить ну я втором остановился вам остановился а дима значит на на четвертом как он сказал попробовать но я попробовал что у меня много вопросов здесь почти не так хорошо отдаем диме 3 евгений начинает с четвертого значит не будет во вторую часть переводить а первую часть значит первую часть москва иркутск пусть 3 переводит вот на ходу прям и так иркутск третье задание а начнем так это вот образуйте су падха хороший путь су утро утро хороший дождь хороший дождь такой дождь дим хороший а это прогнозе погоды когда хороший передает это как отмечают сильный дождь сильный а смысле не место но неважно сильный сухора это очень ужасный сильный шум сухоша сильный шум сухоша хороший хороший сухожан человек сухожана хорош человек да да например не хороший человек а вот кто-то там другой вот хороший человек важнее задание боже первых упражнениях тут его делать нечего я понимаю там на двадцать девятом там губу раскатали сказали не успели а здесь то чё судьи на а это хороший день у нас один это день сунь сунь дирк сунь дирк сунь дирка тоже новое слово бывают гласные храссва и гласный пирка какой бывает первое какого бывает первое храссва и дирка судь судьи 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 это в примере было длинный судьи суть сутках хороший рассказ сукарман хорошее дело сукави как или Спасибо. А, так, хороший поэт. Сукрита. Это... Хорошо сделанный. Да. Принимается. Москва. Так, а мне там что надо делать? Всего с четвертого первую часть. Читаем, да? Читаем... Значит, Дим, там раз написано, читаем? Прочтите и переведите. Вот, почувствуем разницу. Да, хорошо. Даша... Щата... Сразу, сразу, сразу. Даша, 10. Щата, 100. Тут у меня был вопрос с этим третьим словом. Но я его прочитал как... Са... Сахасра. Сахасра. Тысяча. Тысяча. Логично. 10, 100, 1000. Логично. Ну, просто здесь вот это... Ва в конце. Ва в конце? Ну, вот мне показалось, что здесь ва в конце. А где там ва? Ну, вот, как бы, этот самый эллипс упирается в эту штуку. А у нас эллипсис ва... Разве он слева имеет над собой и под собой какие-то элементы? Ну, я чисто интуитивно догадался, что это именно сахасра. Вот. Потому что у меня снизу есть точечка, а сверху никаких штук нету, поэтому... Снизу есть точечка. Ну, надо вот эти... Вот, отценируйте мне эту страницу потом и пришлите. Или сфотографируйте, чтобы четко было видно это место. Ну, только я уже ручкой нарисовал. Ну, я другое какое-нибудь пришлю. Вот, у меня издание того же года, но не может быть, что вот у вас вот все везде вот вообще не пропечатывалось. Не, ну не везде. Сахасра. Хорошо. Дальше. Дэви. Ой, Дэва. Дэви. Бог богиня. Ага. Так, вот дальше начинается веселее. Дальше у нас Чар и Чарья. Иба. Что Иба? Нет, это не Иба. Кто Иба? Чар и Иба. Ну... Наверное. Перепутал. Пасква? Так, щас. Я подзабыл, где у нас Чар. Евгений? Двигаться, наверное. Глагольный корень. Странствовать. Двигаться. Москва. Вам известен? Известен. Чарака, слышали, был такой герой, автор медицинского текста. Честно говоря, нет, не слышал. Слава Богу. А вот Иркутск слышал и пропустил мимо ушей. От какого глагольного корня имя Чарака? От Чар. Дальше. А Чарья тогда будет путник, что ли, получается, или что? Пусть Евгений подскажет. Скорее движение. Чарья. Я в конце. Проверяйте по словарю, Евгений. По словарю? Кажется, смотрел, да. Я просто в середине недели делал, уже не уверен. Да. Ну да, странствование, жизнь. В общем, процесс. Да. Процесс путешествия. Хорошо, идем дальше. Ммм... На... На-ман. Я не нашел, что это за слово. На-ма по имени. А на-ман... Ну хочется, конечно, сказать по фамилии, но вряд ли. Имя! Имя просто? Просто! Ёлки-мофалки. Ну, видите, догадался. Дима! Да? Как так можно? Сам не знаю. Какая-то полоска, но она пройдет. Дальше Веда. Вид. И Ведовид. Вот тут у меня немножко скипел мозг, значит, соответственно, Веда, понятно. Это... Веда. Что такое Веда? Веда, ну, это, собственно говоря, произведение. Хорошо. Смысл этого слова, как ты понимаешь? Произведение? Произведение аграрного назначения? Нет, это тексты, собственно. От какого лагольного корня? От корня вид. От корня вид. Да, вид, это, собственно, Ведать, Знать. Так, а значит, Веда, это что? Какое слово? Слово первое, Веда, это что? Если Веда, это знать. Соответственно, Веда, просто. Веда, хорошо. Как ты понимаешь смысл образования этого слова? Ну, знающий, наверное, вот так вот. Ну, скажем, что знание. Ну, или знание, да. Соответственно, вот Веда, Вед я перевел как... Ну, не знаю, знающий знание. Знающий знание? Или знающий Веда. Ну, вот Дмитрий поправился, мне кажется, правильно. Знающий Веда, знаток Вед. Знаток Вед, да. Ну, значит, я правил. Хорошо. Сложное слово состоит из двух частей. Ну, понятно, что тут, в общем... Нет. Непонятно. Это, кажется, первое сложное слово, которое у нас встречается. Ну, да. Дальше... Отдельная большая тема, как переводить сложные слова. То есть, такие слова, у которых слиплось вместе там два, три, четыре, пять слов. И кто, кого, чего, непонятно. Угу. Угу. У меня, походу, тогда вопрос. Вот Д, соответственно, когда у нас сокращенный, то есть без А, вот эта вот палочка, которая обычно, значит, в правом нижнем углу прямо, она вот здесь вот так пропечатана... Она смещена, если слева... Она, то есть, вообще, по сути, под «да». Она не под «да», она смещена левее, просто начинается левее, да? Я об этом говорил, что в «ра» и в «да», ввиду их уже имеющегося хвоста, они смещены. Не, ну просто, например, в «ра» понятно, там, получается, две параллельные палочки, это видно и понятно, а вот в этих, конечно, что-то пришлось покумекать, но потом понятно стало, да. Так, дальше. Вара. Вар. Ну, я по предложению сразу. И вот тут вот я не очень понял, я прочитал как «врноми». Правильно прочитали, «врноми». Правильно. Так, ну, подай туда же прошло. Так, только вот я что-то перевод опять забыл. Вах-вах. Так, это что-то интересное слово. Сейчас, секунду, помню. И пол. Пройдет. Сейчас уже, когда количество слов увеличивается, уже начинается «выбирать». Уже к пятидесяти подходим. Вар выбирать, вот, соответственно, единство вот в «врноми». Так, «вар» что такое тупое? Вар выбирать. Вар выбирать, а там первое слово не «вар». А, «вара». Ну, лучший, отборный. Дар. Сколько я помню. Соответственно, «вар» выбирать, а вот это вот… Вара, «дар» — основное значение, Дим. Какое значение? Дар. Дар, подарок, дар. А, «дар» — подарок. А, я понял. Ну, я понял. Ну, я понял, что именно «отбирать» запомню. Ну, вот, а «врноми» тогда, что это… У тебя «дар» — это то, что отбирают? Ну, отборный, в смысле, лучший. «Дар» там, лучше от сердца, не знаю. Как-то так, наверное. «Врноми». «Врноми». Я выбираю. Я выбираю. Я выбираю. Вот. Я надеюсь, когда ты… И у тебя сразу не получалось прочесть это… Это скопление букв. Ты просто посмотрел слова и нашёл похожее слово. Я надеюсь, ты так поступил? Ну, где-то так. Где-то пытался биться лбом, потом… Потом всё равно искал. Ну, и хорошо. И в чём проблема? Дальше. А… «Сааа… Вида». «Савитри» я прочитал. «Савитри»? Что это такое? Что за глагол? «Савитри»? Ну, имя там собственное. Имя собственное. Героиня. Имя богиня. Не богиня, героиня. Ну, героиня там просто в словаре написано. Богиня? Да. Ага. Ладно, богиня тоже, да. Дальше. «Кар» Да, походу надо упражнение делать перед самой субботой. Не-не-не. Вот тебе пример перед самой субботой. Вот… Иркутск сидит. Ушами хлопает. Не успел. Не рассчитал. Не, ну вот я делал посередине. Я вот слова вообще забыл. Хотя пытался повторять. Самый лучший вариант. Сейчас-сейчас-сейчас. Я тоже так. Я начинал делать домашнее задание на следующий день после того, как… А, «кар» это делать. И вот следующее слово я что-то не смог прочесть. Я его прочел как «куру». «Куру», а Гриш не смог прочесть. Ну вот это вот я долго не мог рубиться в эту палочку снизу, опять же. А в нем не отрубаться. Но потом это… Дима, Дима. Да, 24-я страница. Да. Вот там я ее нашел. «Куру», и третье слово в предложении «крта». Ага. А Гриш не умеешь читать. Читаешь как… «Крта сделанный», сотворенный. А вот «Куру». Евгений? «Повелительное наклонение». Что означает «Москва. Повелительное наклонение»? Я понял. «Сделай». Поднимается, Евгений? Ну, естественно. Ага. «Куру». Ага. «Куру» — это слушать. «Куру» — слушай. Опять повелительное наклонение, насколько я понимаю. «Москва». Да. «Иркутск». У тебя же какой учебник? Старый? Новый? Я забыл. Новый. Новый. А у тебя это слово не должно быть, по-моему, да? Почему? Есть и «Шру», и «Шру». А то оно только записано другими способами, через другую букву. У нас отличается. Угу. Понял. Хорошо. Дальше? Дальше. Дальше читаем. Так. «Питар». «Иркутск», ты не забываешь о печатке исправлять книги? По списку? Да я еще до них даже не доходил. Не смотрел их. Ну, а зря. Уже тут много их. «Питар». То есть мой совет, ребят. Если сегодня-завтра есть время. Опечатки. Так новый получается только у тебя, Иркутск. Повноси опечатки. Будешь мучиться. Сам будешь мучиться. Дело твое. Москва. А? Продолжай. «Питар», «Матр» и «Питару». Не «Матр», а «Матр». 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 «Матар». А у меня тут «Матр» написано. Там же этот самый в конце. Подожди, у тебя же старый учебник. Да. «Матар». «Питар», «Матр». А, точно, кстати. «Матар». Там могло бы быть написано действительно «Матр», но здесь написано именно «Матр». «Матар». Не-не-не. «Матар», «Матар» это я, пардон. Уже просто в словаре, когда читал, видимо, смотрел оттуда. «Питар», «Матар» и «Питарау». Ну, соответственно, «Папа», «Мама» и «Родители». Ага. То есть «Двое папы» — это «Родители». Нет. Ну, кстати, это, видимо, по старшинству просто, что отец там глава. Мне тоже показалось странным, что «Родители» от слова «Папа». Дальше «Дхарма». Так, и вот здесь вот, насколько я понимаю, в конце, как оно там, «Висарга» называется? Здесь во втором слове «Висарга», да. Да, во втором. Да-да-да, «Висарга». А, ну, значит, я правильно читал. «Дхармиках». «Дхармиках». А какая буква там была, Дим, до «Висарги»? «К». «До Висарги»? «Да, ну, в смысле, до того, как там образовалась Висарга. Там что было? «С». «С». «Ну да. Вместо «С» мы пишем, как звучит. «Харпикас». «Харпикас», то есть «Именительный падеж, единственное число». «Или прилагательное». «С». «С». «Параматхармика». «Ничего тут страшного». «Ну, я пока его расшифровал, было долго». «А, то есть…» «Не-не, сейчас, пардон, неправильно прочитал». «Параматхармиках». «Параматхармиках». «Г Пара-пара-пара…» «Лучший?» «Нет». «Нет, пара-пара знакомые слов, Juni». «Пура – город». «А-а…» «Точно есть? Ну, просто есть «Байлайл». «Яма время» «Параматхармика». Евгений, к вам тоже самое. Все значения слова пара, пожалуйста, прочитайте. — Ну, если просто пара, то другой дальнейший. — А, да, точно. — Ну, вообще там пара, Ман. Высший — очень. — Да, нашел. Высший — очень. Лучший. — Значит, здесь что у нас? — Лучшая справедливость. — Это прилагательное, в данном случае, здесь. — Надо что сделать? — Это прилагательное. — Так, ну я даже не знаю, как сказать-то. — Лучший — справедливый. Наисправедливейший. — О-о-о-о. — Ображаю на ходу, да. Наисправедливейший. — С очень высшей степень несправедливый. — Высшая степень несправедливости. — Не справедливость, а справедливый, в данном случае. — У тебя разница между прилагательным и существительным в санскрите? Ее нет. Особо. — Так, дальше читать? — Ну, можно на распев. Если не хочешь читать. — Не, в смысле, до этого бы сказал, что у меня первую половину. — Так, в первую половину, в смысле, тут первое упражнение. Ну, как бы, это четвертое разбито на две части упражнения. — А, все-все-все, продолжаем. — Духитар. А, нет, просто Духитар. Путра. Путри. — Так. Путра, соответственно, сын Путри — дочь. — По-моему, что-то тоже. — Путра — это что такое, Москва? — Это тоже дочь, да. — Дочь? — Нет, Духитар — дочь, Путра — сын, Путри — дочь, только по-другому. — Ну да, потому что не долго, а долго — это окончание женского рода, да, дочь? — Угу. Так, и вот следующее слово... Я не смог его разобрать, что оно значит. Оно начинается с... — Сначала ты его прочитай. — Ну вот я не смог вообще его прочитать. — Су — чего-то там — «ва». — Су — чего? — Су — чего? — Су — рово, говорит Иркутск, Москва. Су — рово. — Су — ха. — Су — ха. — Это же сук — ха. — Это сук — ха. — А у нас что, было слово «су — рово»? — Не было, значит, это сук — ха. — А другие варианты какие? — А тогда у меня вопрос. Вот что вот это значит за второй значок, опять же. Я могу вот это сфотографировать и прислать, что у меня. — У меня и так есть, Ивана. Я же смотрю туда же. — То есть вот у меня «ва» вроде бы. — Открываем, и я на доске пишу тебе. — Перед этим палочка, еще палочка. Я вот ни в тетрадке, ни в книжке такого не нашел. Я вообще не смог разобраться, что это за слово. — Это честное написание «кха», просто на пятнадцатой странице можно проверить. — На пятнадцатой странице? — «кха» — здесь просто ножка нижняя, ее сильно закосило по два. Она может быть не столь скошенная, а здесь она скошенная, вот и все. — Не то что сильно, она прям ровно под ней, прям совсем. — Ну и что? — Так, и что значит еще раз это было? Пятнадцатая страница нашел. — Ну, просто «кха», буква вторая. — Ну, в жизни бы не догадался, что это «кха». — Ну, в смысле, что это та же самая, а он имеет в виду, да. — Сейчас, дайте я себе помечу. — Я так подозреваю, что это и сделано для того, чтобы не спутать ее с рова. — Нет, на самом деле, нет. Ведь эту книгу собирали как мозаику, когда шрифтов не было. Поэтому тут такого умысла нет. Потому что их невозможно перепутать. «Рава» и «кха» — они ничем не похожи. Они гораздо шире, получается. «Рава» в полтора раза шире, чем «кха», если уж так брать. — Ну, если от руки писать, можно спутать. — С трудом, с трудом. Конечно, все путают, но с трудом, на самом деле. — Ну, ладно. — Москва? — «Сукха» — счастье. Так, тогда следующее слово с такой же закорючкой будет… Сейчас, я его тоже не прочитал. Будет «ду-кха», соответственно. — «Дух-кха». Там же висерга, Дим. — «Дух-кха». — Да, «ду-кха». «Дух-кха». — Это одно из редких слов с висергой посередине. — «Дух-кха». У нас переводится… — «Большое счастье». — «Большое счастье». — Дим, как переводится «ду-кха»? — «Большое счастье». — Говорят «большое счастье», но я хочу сам посмотреть. Правильно. От такого большого счастья бывает проблема. Так. Не длинный ли? Нет. А что, в словаре у тебя нет? Что-то я не вижу. Фух, ты не видишь. Сейчас буду искать я. Евгений из словарей нашел? Я знаю, что он знает это слово. А словарей нашел уже? Да, я его находил, когда делал. Судя по всему, это что-то старое уже. Старье. Прошлогоднее. Да, вот есть. Да, я вижу, что есть. На 300-й стране. Да. На 300-й. Так. Уверен? Да, посередине прямо. Более чем. Да, да. Несчастье, горе, зло. Наверное, я не хотел его запоминать. Ну, вот именно. Москва. Москва. Если СУКХА, СУ, это хорошее. Я же рассказывал, что ДУС и ДУР, это наоборот, это антонимы. Ну, в общем-то, я сейчас напомнили, я вспомню. Да. СУ, соответственно. Ну, пока еще так, конечно, мы не вспоминаем. Так, дальше. Дарщ. Дарщана. Прия. Прия-дарщана. Вот так. Правильно? Да. Дарщ видеть. Дарщана вид. Соответственно, прия. Приятный вид. Прия-дарщана. Или хороший вид. Ну, наверное, приятный. Дальше. Раджан. Нарпатий. Нарпатэ. Вот здесь у меня вопрос. Что значит вот это вот И и Э на конце? Чем они отличаются? Соответственно, Раджан, это у нас тоже, по-моему, царь. Нарпатий царь. А Нарпатэ, я не знаю, что это такое. Приятный вид. Предположение. Ну, что-то близкое к царю. Я подумал, что, конечно, царица. Близкое к царю, это уже неплохо. Царица, это мимо. Царевич, может быть, какой-нибудь. Евгений. Так, а это может быть прилагательный? Нет. Нет, это не винительный падеж. Какой? Винительный падеж. Ну, вообще, это похоже на местный падеж. Вот такой. Винительный падеж. Здесь, это слово на какую гласную? Ну, когда... Заканчивается? В этом виде. Без склонения. Это что за слово? Нарпатий. Нарпатий. Значит, на какую букву? В смысле, заканчивается? И. На и краткую. Хорошо. Открываем страницу 71. Поддержанное окончание основ на И и У. Дательный. Дело в том, что эта информация давалась в одном из предыдущих уроков. в сокращенном виде, косвенно, виде намека. Ну, тут ми и те, потому что это мне и тебе, твам, ахам. Вот в упражнении во втором. На какой странице? Да. Здесь было, да? Ну, во втором упражнении это ми и те, мне и тебе. Там написано, что это дательный, ахам, дательный, твам. То есть, у вас было всё, что необходимо, на самом деле, чтобы сделать правильный вывод. То есть, как переводим? Царю. Ну да, царю, да. Так, дальше. Пратхамах. Пратхамах. Саграх. Саграх? Ну, там же тоже висит. Пратхамах Саграх. Пратхамах. А не Пратхамах. Ещё лучше. Ещё лучше. Меня подчёртвил, Тха, я вот эту, как эту букву, тоже всё никак не мог её, на самом деле, по-нормальному сказать. А, Пратхамах. 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 Да ладно, какой Пратхамах? А что означает Пратхамах? Пратхамах. Хорошо, я принимаю про Ямах, только что означает? А за Саграх, Дим, получишь шпору открывай. Шпору открывай, где я показывал, какие могут быть позиции у Эр. Да, открывай. Открывай и посмотри ещё раз на неё. Аааа, это, соответственно, перед, Сааааарга. Ещё раз всё вместе. Ну, я так и не понял, всё-таки, Пратхама... Всё вместе. Ещё раз всё вместе, что? Ну, там два слова подряд идут. Ну, я прочитал как Пратхама и Сагра. Вместе, прочти правильно сейчас. Не читай, как ты неправильно читал. Праяма... Аааа! Я не расслышал, не понял, что в итоге правильно... Да хоть ты не сдавай свою позицию. Чё ты как перебежчик? Ну, в общем, второе... 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 Читай то, что ты считаешь нужным. Второй слог после... Не второй слог! Слово читай полностью. Два слова как считаешь нужным. Не слушай ты никого. Не слушай ты никого. Чего тут вопрос вообще возникать? Слева, сверху, кружок есть? Ну, он такой какой-то не совсем внятный. Дима... Да, внят, сейчас как знаешь. Ну, в общем, да, есть. Но я поэтому так и перевёл. Как ты перевёл? Пратхама... Первый... Сагра, по-моему... Раздел или глава? Первая глава. Первая глава. Первый раздел или глава. Первая глава, да. Иркутск. Понятно? Понятно? Да вот опечатка просто, видать. А вот опечатки надо исправлять. Вот видишь, мой тебе совет. Найти всё-таки время ночное. Или там... Где ты там... Ночью надо спать. Ну... Надо выбирать. Или обучаться. Давай сделаем интервал две недели. Не-не-не. Чё? За неделю всё забываешь. Давай тебе последние два слова прочитаем. Так это для того, чтобы делать и ничего не делать. А для того, чтобы две недели заниматься. И потом блистать. Да, потом тебе две недели сказали. О, мне там было такое! Вообще не мог. Нет, это не вариант. Раз-две недели, ребят, вы раскиснете так, что я вас не соберу уже. Я согласен. Давайте я почитаю последние два слова. Тут тоже есть вопрос, соответственно. Первое. Махабхарата. Второе. Махабхарате. В чём разница? Махабхарата, соответственно, это первое слово в эпос Махабхарата. А Махабхарате, что это? Там уже было, что это локативный падеж. Там же был донодинг. Задание. Ну я вижу, что тут L, сочинение. Что такое L, ты не знаешь, что такое L, да? Ну я запамятовал. Да, надо пойти посмотреть и выдох. Открывай страницу этих самых сокращений. Оно находится на странице... 13-й. На 13-й. Ну? Написано местные падежи. Ну? Честно, я не знаю, что такое местные падежи. В... 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 В Махабхарате? Да, где? В Махабхарате. А мы это проходили? В Махабхарате. Ну вот, все. Скоро. Думаете? Так хорошо. Два дня угроха, говорит, упражнение. Не понимаю, ничего. Евгения, давай. Читай, да? Асид Раджа Налю Нама. Жил-был царь по имени Наль. ВАРАМ ЭТОМ ВРНОМИ, я делаю этот выбор. Можно вопрос во втором слове, первый слог это что за значёчек такой? Ну это такое чуть-чуть кривое Э, Е, 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 ну да, это же наш зуб, только в другую сторону смотрит. А почему он в другую сторону смотрит? Ну то есть это опечатка? Нет. Я вот попытался, когда это упражнение делать, я вот на этой букве просто всё. Сломались, да? Ну как бы да. Можешь смотреть налево, можешь смотреть направо, в старых французских книгах сможет направо. То есть это вот наша самая, которую мы влево смотрели, просто отзеркали на всё. с переводом все согласны? А какой перевод ещё раз был? Я делаю этот выбор. Я делаю этот выбор. Ну, получается, я выбираю этот выбор. Я выбираю. Я выбираю. Я выбираю этом. Это. Я выбираю это. Варом. Ну, например, да. Варом. Варом. Я выбираю этот вар. Варом. 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 Ну, соответственно, был Раджа очень справедлив. Угу. Угу. Несправедливейший. Угу. Да, да. Савитри вача нам увача. Савитри сказал речь. Угу. Ширну Раджан. Только Раджан. Не Раджан, а Раджан. 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 Слушай, царь. Угу. Шири Махабхарате Прадхамах Саргах. Это первая глава. Махабхара. Да. 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 Ну что ж, хорошо. Блин, ну так уж вроде сложно казалось. Что мы будем делать в следующий раз с домашним заданием? Иркутск. Когда ты доделаешь это задание? Сложно сказать. Ну а предположить? Да, время больше. С работой не справляешь и что? Ну у меня просто не каждый вечер есть свободное время. А утром сколько встаешь? В шесть где-то. В пять не поднимешь? Пять. В пять вряд ли. Если я опять встану, я найду еще что-то запустил. Потому что если мы так будем... Дима, это... Ну как? Ты должен сам просто понять, решить и ответить. Ну как? Если тебе аюрведа интересно, то это вообще детские сопли, понимаешь? Если тебе аюрведа интересно, то ты отмучиваешься. А если тебе интересно, то если ты это не отмучиваешься, с тобой никто серьезно разговаривать не будет из тех людей, с которыми тебе интересно общаться, понимаешь? Твоя мотивация должна быть. Я тебе свою одолжить не могу. Да мотивация это есть время. Нет. Когда есть мотивация, то, грубо говоря, ну или встаешь раньше, или... Когда у нас было две недели между занятиями, я все успевал делать. Ну зато Москва раскисла уже так, что уже собирать лопатой надо было. Ну ладно. Поэтому нет, раз в две недели, это, конечно, это не мой темп. Я не встречал таких людей, которые проводят занятия раз в две недели. Возможно, такие есть. Бывают занятия... Бывают три занятия в неделю. Бывают два занятия, бывает одно. Но одно в две недели такого темпа не бывает. Поэтому... Или ты... Ну, в третьем недавно. Или ты встаешь раньше, или ты ложишься позже. Ну... Если днем не остается даже полчаса времени. В общем, полчаса есть иногда. Если... Шесть дней подряд делать в полчаса, то ты хотя бы субботу утром понимаешь... Реально можешь оценить, сколько надо времени, чтобы закончить. А если ты всю неделю ждал того шанса, когда у тебя выпадет два свободных часа подряд, то... Не-не-не. Я делал. Я... Вторник делал. Когда еще делал? Тверг делали. Субботу делал. Понедельник, среду, пятницу. У меня вечера были заняты. Ну, смотрите, ребят, это как бы... Если Иркутск будет сопротивляться, мы застрянем надолго. Поэтому тут... Я надеюсь, что Иркутска хватит мотивации в том плане, что просто с ними иначе не будут общаться люди, которым интересно. Этого должно хватить, чтобы он находил время. Я понимаю, что с ребенком, с маленьким, с работой требовательной нелегко. Но я уже рассказывал, кажется, вам историю о том, что Бертлинг, составитель санскрита немецкого словаря, который составил за 22 года словарь, который спустя 200 лет даже целые институты не могут воспроизвести, а он один его создал. Но, так вот, он вставал в 5 утра, у него была и дочь, и внучка, и они летом гуляли, купались на лодке. Он не сидел только за словарем. Но он за 22 года сделал то, что никто ни до, ни после его не смог повторить. Ну, пусть ему. Вот есть ли у тебя, Дима, я пока не знаю. Первоначальный интерес? Ну, он почти у каждого есть. А вот если ты, еще не закончив письмо, уже рассуждаешь, раз бы в две недели, то через сколько лет ты собираешься закончить базовый курс грамматики? Лет через пять? Можно, конечно. Куда он торопится? Ну, правильно, правильно. Это подход к нивцам, вполне уместен, я его не осуждаю. Но это не групповой подход. Группа, наоборот, она подтягивает, она тебя позорит в том месте, где ты начинаешь расслабляться. Человек, у которого есть стимул, эту книгу проходит за месяц. Человек, у которого есть еще обязанности, проходит ее за год. Точка. Итак, занятие пятое. Лигатура. Лигатура. Лигатура – это скопление согласных, отраженное на письме. То, что в фонетике, то есть в звучании называется «консонантный кластер», то есть скопление согласных на письме, называется латинским термином «лигатур». То есть, если два, три, реже четыре или пять согласных идут поездом подряд, они объединяются и часто не узнаваем мы. В пропись. А какое другое название «лигатуры» я послушал? Нет, у «лигатуры» одно название. Консонантные кластеры – это фонетики. Ну, то есть… Консонантные кластеры. Вы ведь касались сейчас письма. Но буква и звук – это же не одно и то же. Так же и «лигатура». Лигатура – она на письме. А когда мы произносим, мы произносим «консонантные кластеры». Все понял. Итак, мы прошли 33 согласных, 14 гласных, с двумя вариантами написания, плюс дополнительные знаки. Значит, «лигатуры» – это 18-я, 19-я страница моих прописей. А можно ссылочку прописи? Что-то у меня скачано было только до… До 18-й страницы? До 15-й я скачал, а дальше… А ты зайди в папку «Пятое занятие», в папке «Письмо Дэвнагра» есть папка «Пятое занятие». Угу, сейчас «пятое занятие». Нормально. Так, это «раска», сейчас. Так, зашел. А, ну, тут вот, которые, в общем, куча залита, они до 16-го. Куда зайти еще раз? В какую папку? 0-5 занятие. Все зашли? Да, зашел. Да, да. Иркутск? А, все. Все, вижу, вижу, да. Иркутск, не слышу. Да, да, да. Видно? Угу. Открыли прописи? Да. Угу. А вы говорили, что у нас это занятие два раза займет? Это да. Пятое. Это мы разбиваем на две части. А почему? Дима, ты даже это не сбиваешь. Нет, просто, я вот читал перед этим, там так-то вроде все понятно про лигатуры. что-то на два раза развиваешься. Дима, чья бы корова мычала. Не, ну просто... Чья бы корова мычала. Лигатуры. Это то место, где ты впервые поймешь, что ты до этого все понимал, а сейчас начинаешь не понимать. Даже так? Да, да. Мне попадалось с лигатурами, там так-то не так уж страшно. О, да. Ну давайте посмотрим, будет понятно походу. Дим, ты, однако, интересный человек. Домашнее знание не делаешь, потому что не успеваешь. А лигатуры утверждают, что с ними не так-то сложно. Я же тебе обратно утверждаю. Я лигатуры изучаю 10 лет. Я составил списки лигатур. Больше про лигатур, пожалуй, ты в России никого не найдешь, кто бы разбирался с ними так долго, как я. Там куча интересного. Я могу тебе сейчас показать 50 лигатур, из которых 49 ты не опознаешь. Поэтому слушай то, что я буду рассказывать. И иметь перед собой прописи. Открой прописи. Открыл? А? В прописи все открыли? Ага. А. Хорошо. А теперь я найду и на доске начну писать. Значит, в лигатурах, значит, первый раздел лигатур. Значит, в лигатуре соединяются характерные части знака. Первый раздел. Горизонтальные. Горизонтальные в скобках слева направо. У первого согласного будет только характерная часть. Второй со всеми традиционными элементами. В первом согласном, что будет? Только характерная часть. Что такое характерная часть, ты видишь на 31-й странице у Кочергенова. Да, вижу. Пишу на доске. Когда мы записываем лигатуры, используем тот же принцип, что и с базовыми знаками. То есть, пишем все составные части. Сначала в транслитерации пишем латиницей звуковое значение. То есть, первое у нас будет НТА. НТА. Н. Знак плюс. В отдельной ячейке ТА. Знак равенства. И в отдельной ячейке ТА. Второе. СКА. А правильно понимаешь, что НТА уже соединенная, это две клеточки? Нет, в одну влезает у меня. В одну даже? СКА будет полторы. ДХМА. 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 Присоединение трех и более согласных в одном слоге пользоваться только горизонтальными лигатурами. СКА. 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 Получилось? Вот это первая, это характерная часть... ТА. Ну. Нет, это первая, вот это такой полукружочек. Это характерная часть Т. Т? Да, уж лигатор это приятненько. Записали? Да. Графический знак первого согласного берется полностью в... Иркутск, что я написал? Дыма. Да, хорошо. Это учебники есть. Поясните мне, пожалуйста, что как вы поняли, что это ДМА? Ну, видишь, петельку от МА? Петельку вижу, да. А слева начало D, видишь? Ну, оно какое-то длиннее такой же высоты. Толлигатуры, они меняют размеры знаков. Сплющиваются, разрастаются. Понял, да, думаю. Второе, Иркутск. Ну, это не Бхпа? Не-не, это тоже D в начале. А, тогда... Бхпа тогда? Да, 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 тупо. D, я. D, я. Ну, у нее не сильно, не сильно, не сильно, не сильно. А, D, я. Ну, почему? У первой вполне загрубленная, у второй не получилось так резко, как надо. Это по пузу, да, надо? Конечно, это по пузу всегда придется. Другого признака нет. К мам. Следующее. Ну, это самое такое понятное. К мам. Дим, понятно, как получилось? Да, да, да. Ну, тут более-менее все так прозрачно. Кья, пусть Иркутск напишет на доске сам. Кья. Кья. А разве будет, помимо пуза, еще верхняя палочка видна, Ольга? Нет, наверное, там не будет, вот этой части, да? Вот так вот. Ой. Ну, может, вот так вот быть вполне. Хотя это будет уже на ВА похоже. На ВЯ. Вот я нарисовал. Я вот так вот нарисовал, как последняя сейчас была. Угу. А как на самом деле-то? Так я нарисовал на самом деле. Это которая выделить? Можно ее выделить? Которая внизу слева? Да, да, да. Да, ну я так же нарисовал. Это правильный вариант? О, это моя любимая штука. Ставки повышаются. А что, разве не Хья? Я тоже подумал, что Хья. Не послышалось Хья. Не Хья. Я. Иркутск, прошу четче произносить, чтобы просто избежать... Я не всегда слышу четко, что ты говоришь. Так, Хья. Так. 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 Спасибо. Следующими идут вертикальные лигатуры. Это все были горизонтальные, да? Второй раздел. Вертикальные лигатуры. Они читаются сверху вниз. Илькутск? На. На. Два варианта. Это одинаковые, да? Ну, то есть одинаковые. Ну, и то, и то, но на. Да. Это стилистические разновидности, скажем так. А я правильно услышал, что именно нына? То есть два н. Два н. Илькутск. 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 Почему Илькутск? Так, это у нас. Илькутск. А, нет, так, длиннее, нет, это тха. Тхна. Так. Угу. Ой, а можно так быстро не стирать? Я вот тхну не увидел. Да вот тхна слепо. А, вот, все, вижу, 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 да. Ага. Дим, читай. Это у нас МСА. Это ж СА у нас. Такая перечеркнутая. Или МША. 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 Это ШИЖ. ШИЖ. Евгений. МБА. МБА. Разве ША единственная перечеркнутая? ША там, я, ША, она просто вот такая. Я вот ее. А, 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 БА, напиши мне. Данное написание больше на кого похоже? На ВА. То, что я написал больше похоже на ВА, чем на БА? Нет, а, какое? В смысле, я говорю, БА похоже на ВА. ВА похоже, конечно, на ВА. Но то, что я написал, больше похоже на ША или на БА? Просто надо повторять редко эти встречающиеся символы. Подожди, Дип. Ты сейчас путаешься даже не в лигатурах, а в АЗБУКЕ. В АЗБУКЕ. Чуешь разницу? Да. Вот. Здесь даже еще не пошли сливания. Здесь всего лишь сочетания. А говоришь мне, что не понимаешь, почему я лигатуру разбиваю на две части. Потому что, если ты галопом по Европе будешь проходить лигатуры, а потом также санхи, над тобой будут надсмеяться, понимаешь? Тебе это хочется? Мне этого не хочется. Итак, поэтому я разбиваю эту тему лигатуры в сложнейшую тему. И я не видел тех, кто не ошибался в лигатуре. Поэтому продолжаем. Читай следующее слово. Точнее слог. Вла. Пла. 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 Так, а предпоследнее, что это вот было где-то такое? Вот это, которое крайнее правое. Пта. Это... Пта. А последнее? А, точно. Пта. Иркутский. Ну, это вот... Верхняя часть это тх. Тха. Если это тха, то тхла. Евгений, согласен? Нет. Вот это вот... Вот это вот... Это тхал? Это из вариаций другой. Да, 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 да. А, Дима из страницы. 24-й раз? Да. Там содержатся ответы на все вопросы в ближайшие 20 срок. Это чудесный слог щ. Как его там? Это стилистическая вариация того же щ. Да, да, да. То есть получается щла? Шла. Шла. Получается шла. Переписал, Дим? Да, да. Спасибо. Нга. Плюс. Согласные первые варги. Я же вам подсказывал уже, да, что... Носовые. Нга, нья, нна. Они склонны сочетаться с согласными того же ряда. А, например, можно? Ган-га. А, ну да. Помните? Ну хорошо. Сейчас нарисую, а иркутцы к нам зачитают. Готово. Нка. 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 Зачитает Москва. Это сколько же здесь букв-то? Нка. Ща, погодите, дай я тебе попробую. Не торопись, иркутский. Так. А правильно я понял, что это верхняя штучка? Это у нас... Да. Правильно? Ну это, ну, ГАП обычная. Алфавитная. А почему Н у нас здесь... Откуда взялся? Что-то я немножко запутался. Ну в смысле запутался? Это лигаторы, которые я читаю сверху вниз. Не, я понимаю. Вот эта верхняя часть знака, которая как С-очка. Ну. А, это у нас уже в этом... Нет, не церебральный... Дима, открывай, масло лица. Первую страницу. Какую страницу? Первую. Нет. 15. 13. 15. Ой, 15, да, пардон, спасибо. Так. Так. Так, так, так. Ну вот, да. Написано, нет? Задняя язычность. А, тьфу ты, ёлки, да, я спутал. Это НА. Всё, тогда понятно. Последняя НГА, а перед ней... НА. Так. А вот это посерединке, что-то я сейчас пока не могу прочистить. То есть Н. Вот внизу ВА. ВА, а вот это вот от Р или от кого? Это было у нас в счастье и в несчастье такое. А, в моём любимом слое. Так, счастье, несчастье. Я уже не помню, что это было. Несчастье тоже не помню. А, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Это где вот... Димя, прочитай, пожалуйста, на телегатуру. Это КХ, получается. А всё вместе? КХ? Да. Всё, 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 разогрейте, как шума, братцы. Москва, плохо слышно? Плохо назад, как синий. Что? Последние три. Москва, плохо слышно? Может, я вернусь в зад? Он просит вернуть всё в зад. В зад. Возвращаю в зад. В смысле? Всё, спасибо. Плюс согласны какой варке, Евгений? Второй. Второй. Ча, Варга. Иркутск. Ча, Варга. Ча, Варга. Ча, Варга. Да. И второе. Джа, Варга. Да-да, хорошо. Двигатуры. Двигатуры. Два. Два. Ягодск? Опять нет. Два. Якутск? Два. Якутск? Якутск? ДБХ. Если не ошибаюсь, конечно, про БХ. Евгений? Нет, это... ДБХ. Да. Да, это Х, ДБХ. Илькутск? А, это мне? Я что-то задумался. ДБХ и дна. Да, правильно. И дна. Последняя дна. Да-да-да. А предпоследняя, которая верхняя справа? Которая только что нарисовал? А, ДМА, да, получается? Нет, была ДБХ. ДБХ там была. Вот если брать сейчас верхний ряд, вторая справа. Я выделил. Это? Да. ДБХ. А где тут ДБХ? А, ну тут же... Выделил. Загнутый этот самый. Да-да-да. Загнутый и сверху проплещено. Да-да-да. Илькутск? А, да. Это у нас... Это у нас ДДА. М-м-м-м. Да-да-да. Ага. М-м-м. Дальше идут лигатуры Х-плюс. 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 Ага. Х-плюс. Х-плюс. И вторая. Второй вариант написания. Евгений, не знал такое? это обе хны внизу об их обе хны сколько же они клеток то занимает ну по высоте от одну полу меньше полторы что страшно подумать как это будет уже в печатных зданиях то там это нормально смотрится взял где видел я пока не смотрел поэтому не знаю к чему готовить дело в том что иркутск не видел лига туру хала еще в печатном виде старых книгах когда бы он не говорил что нормально выглядеть но там будет так вот я видел надо нет игры ты видел в современных индийских изданиях современных современных из современных изданиях и минетники хриготуры так чисто механическое совокупление черточек а у меня вопрос сейчас хне кто-то тут прорисовал прорисовал это образец уже следующий тухла хла вот будет задача иркутску сейчас иркутску сейчас у нас продолжается их кто продолжается нет я не знаю продолжается и продолжается что это такое но близко близко наоборот что то ТА. ТА, ТА, у нас как пишет ТА? ТА, ТА. Очень похоже, да. Понятно, да, что написано? Угу, угу. Найкотск? ШДА. ШДР... ДА. Так, наверное. Ещё раз? Нет, это именно просто... ШТХА, может? ШТХА. Москва. Да, это ШТХА. ШТХА. Угу. ИРКУТСК. ИРКУТСК. ТА. 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 Да, такой гигантский. Ну, три же не может быть вертикальных. Кто не может быть вертикальным? Три согласные вертикальные лигатуре. Ну, жизни, на самом деле, не могут в теории, которую я вам дал, не могут. Это жизнь или теория? Если это жизнь, то это ш-т-ва. Ш-тва, да. А из теории, то я не знаю, что это может быть. Ш-тва, ш-тва. Ш-тва все-таки. И шт-ра. Да. Правильно. Так, а можно вернуть? Можно, можно. Можно, можно? Угу. Мы прошли первые два раздела лигатур. Иркутск. Мы какие прошли? Ну, перцентальные, вертикальные. Третий раздел. Неразличимые. Слушайте, а последнее, кто у нас с палочкой? В левом углу палочка подиагнали. Москва. А, что означает? В левом углу, это р-р-р-р-р. То есть, он будет ш-т-ра-р-р. Да. То есть, даже вот такие палочки туда могут зарезать, да? Иркутск. Может быть, это хма? Евгений? Ну, или наоборот, возможно, мха. Хотя это... Это лигатурные два варианта написания. А, мла. Или нла. Нла, наверное. Нет? Это р-р-р. Нет? Ш-р-р. Точно. А где же хвостик? Хвостик-я? Так, тогда что-то я не понял. Хвостик-я где находится, Дим? Не, мне просто показалось, что это... Типа как ха. Ну, мало ли что кому показалось. Это кша. Ша. Ша. Ну-ка. Иркутск? Хмммм... Так, это... Ж... Ж... Жна. Жна. Видеоучебники. Хорошо. Иркутск? Иркутск? Это... Это... Ага. А что это такое? Это нына. Это нына. Нет, нет. Тут же нету... Закругленности. Это рожа. Рожа? Нет, тут же нет закругленности. Это... Просто я видел такое нына там, с закругленностью. Так. Это же часть воды. Тра. Это Тра. Кто? Тра. Тра? Угу. Угу. Не путайте. Тра и... ТТА-ТА. Иркутск? ТТК. Ещё раз. ТТК. Наоборот. КТТА? КТА. А почему КА вперёд? Это-то просто не ко мне. Такова традиция. Тр. Иркутск? Тр. Тр. Нет. А. А, так, это... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Следующий раздел Правила написания Москва 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 нас слышит? Субтитры создавал DimaTorzok Так, отвалился Не присоединяется Совсем не присоединяется Субтитры создавал DimaTorzok Ну, еще у меня занятие не закончилось, я наберу У меня два часа... два часа просто... ага Давай, а? Так, Дима совсем отваливается... ну ладно, если что, послушаем записи тогда Итак, правила написания Пишем Слова пишутся слитно Слова пишутся слитно Если предыдущая, если предыдущая, одно из двух, оканчивается на согласную Кроме Висарга и Анусвара... Кроме Висарга и Анусвара... Кроме Висарга и Анусвара... Раздельно... Если на гласную... Алло Алло Меня слышно? Слышно Ну, я, к сожалению, у меня почему-то только на телефоне открылся скайп Понятно Итак, Дим, пиши Слова пишутся слитно Если предыдущая, одно из двух, оканчивается на согласную Блин, не так быстро сейчас Слова пишутся слитно Если предыдущая, одно из двух, оканчивается на согласную Кроме Висарга и Анусвара... Раздельно... Если на гласную Можно еще раз посмотреть Слова пишутся слитно При... Если предыдущая, оканчивается на согласную Предыдущее слово иметь сюда? Да Слова Оканчивается на согласную Кроме Висарга и Анусвара Раздельно, если на гласную И пусть Иркутск на доске напишет АСИД РАДЖА АСИД... Или АСИД просто РАДЖА? АСИД РАДЖА Длинный, да? С ДОЛГИЙ 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 Все? Асидра... Асидраджан Или раджан Асидраджа Асидраджа Так, ну вроде да А теперь попрошу Евгения Написать под этим его вариант А, ты забыл Хорошо, теперь больше не трогай Так Ага, сейчас А писать уже слитное слово нужно, да? Не знаю Используя наши знания По теме занятия, да? Так Ой, что это? Так А, сейчас у меня Наверное так Уже ближе Я здесь забыл, да Там же длинное Длинное что? А, длинное А, долгое Не длинное, а долгое Это все, что ты забыл? Асидраджа Раджа Слово, как пишется? А, блин, долгое что ли? Ну, вообще-то да Так-так-так-так-так-так-так Сейчас, секундочку Вот, ты еще знаешь что-то Тут у меня не получается Приму Нормально, нормально Не переживай Это Достаточно Так-так-так-так-да Это все? Евгений А, сейчас, секундочку Раджа Я пытаюсь вспомнить Правильное написание слова Может быть там А долго Не там Может Раджа, наверное Наоборот Вот так вот Уже ближе Но все равно мало Продолжаем Евгений Так Как пишется слово Раджа? Это же подсказывает Своим произношением Раджа Разве я говорю Раджа? То есть Сейчас Я кажется Понимаю Наверное А, все, все, все Я вот в прошлом занятии Вспомнил Все долгие Все долгие Теперь правильно Можно вопрос? Что мы писали? Аси-драджа Что такое Аси-драджа? Ну у меня просто тут Немножко звук прерывался Я не все Аси-драджа Слышно, Дим? Да, да, да А можно я попробовать Набрать еще раз На скайп На... Не, не, не надо Уже оставь Уже как есть Уже немного осталось Блин, ну плохо Ну ладно Ну мучайся Спасибо Иркутск Иркутск Видишь теперь Что есть еще Чему поучиться Ну, конечно Не сопротивляйся С аллигатурами Я сейчас Дам тебе списки Аллигатур Итак На сегодня все Дома У вас Самостоятельно Прочитать Второе И... Нет Так аллигатуры Обязательно Употребление Или нет? Разумеется Выходите Нельзя вам написать Нет, нельзя Веран Нельзя Это Дурной стиль За это Смотрят Криво Везде И в Индии И вне Разумеется Нельзя написать Ни при каких Обстоятельствах Итак Дома Нужно Простудировать Четвертый И пятый Раздел А полноценно Мы их пройдем В следующий раз А упражнения? Все упражнения Вы Прочитав Дома Сможете Сделать Все упражнения То есть Это Пятое Занятие Все упражнения Да? Ага Проговорим Мы Остаток Что такое Санхи? Санхи Это правило Благозвучия В Индии Считали Что Нехорошо Когда Два Разных Согласных 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 Уподоблений Уподоблений Когда Меняется И тот Что спереди И тот Что сзади Понятно? Бывают Уподобления Бывают Частичные Бывают Меняется Один Бывают Сливаются Понятно Вот В Кнауэре Посмотреть В Миллере Посмотреть У меня В виде Выразок Это же В папке 0.5 Занятие Пятое Занятие Есть Лигатура Из Кнауэра Откройте Там Пдф Видите Миллер Кнауэр Значит Видите Вспомогательные Файлы Приведены Вам Нужно Распечатать Файлы Таблицу Значит Лигатура Из Бюллера Лигатура Из Миллера Лигатура Из Кнауэра Вопросы? А тут Вот еще Два Файлика Тоже Можно Спечатать Это Тоже В списке Лигатур Да? Ну Я не знаю Можно Открыть Посмотреть Честно Даже Сразу Не скажу Что Там Потому что Я скачал Три Пдф Соответственно Миллер Какой-то Листа И Кнауэр А здесь Еще Сложение А, ну да Тоже Сложение Согласно Просто Не очень Понятно Чьи они Вот Идут Две прописи 18-19 И потом Два Файлика Буллер И Бюллер И Бюллер Это Миллер Миллер Это Миллер Ну а Миллер Который В Пдфке То же самое В Миллер Который В Пдфке Там его Больше Там его Больше Все Понятно В Пдфке Всегда Больше Ну Логично А картинка Не всегда Все Влезает И Сводный Список Легатур Есть В Лихушине Которая Которая Сейчас Вышла Файл Я сейчас Сразу Найти Не могу Себе Сводный Список Всех Легатур В Санскрите Есть В Лихушине А как Еще раз Звучит Фамилия Автора Лихушина Лихушина Мой Учитель По Санскриту Наталья Павловна Лихушина А как Называется Книга Так Называется Сводный Нет Книга Называется Новая Книга Для Чтения Новая Книга Для Чтения Сводный Список Он Там В середине Это Мое Приложение К Этой Книге Я напишу Если Интересно Я напишу Эту книгу Полезно иметь Хотя бы Ради этого Списка Легатур Ничего подобного Ни в одной Книге Ни в России Ни вне России Еще не было В печатном виде В книге Столько Легатур Еще ни разу Не было Ну собственно Все Надо Эти Легатуры Учить Наизусть То есть Миллер Кнауэр Бюллер Вот по этим Трем источникам Какое-то Количество Легатур По-моему Было В словаре Еще Кочергенов В словаре Да Там Современные Даются Тоже Можно Посмотреть Да В кочергене Нет ничего Чего нету Скажем В Миллере Понял То есть Если в пятницу Например Иркутск Напишет Что не успел С легатурами Мы проигнорируем Потому что Он считает Что это дело Такое Легкое Поэтому по-любому Субботу на занятии В следующую субботу Так Иркутск согласен В 11 В 11 У вас Одних Одних Лишь прописей На этом занятии То есть Одних Только Выписанных Легатур Должно Получиться Четыре Страницы А4 К следующему Занятию То есть Писать Тут Много А все Домашнее задание Растягивается На Один Два Три Четыре Пять Шесть На шесть страниц На шесть страниц А4 В смысле Это дополнительные К лигатурам Или это Включаю Ну Частично Включаю Потому что Тут же Содержатся Выписанные Легатуры Просто Не все Которые Вы будете Учить То есть Я вам Светлую Выписать В тетрадь Себе Все Которые Вызывают Сложности Которые Вы сразу Не можете Опознать Вопросы Вопросов Нет Ну что ж Отлично Нужно Доделать То что Не сделали Сегодня По старому Домашнему Изданию И каждый День Минимум Полчаса Час Делать Новое Издание Иначе Вы не Успеете Ну Полчаса Как показывает Показал Практика У меня Не хватает Не хватает Да Вообще Не хватает Вот я Полчаса В день Всю неделю Занимался И один Занимался Полтора Часа Прям Совсем Оказалось Мало Значит Час Полтора Ну То есть Два Три Дня Надо В неделю По часу Выделить Хотя Да Согласен Ну Так Это Сложновато Конечно Ну Можно В принципе Нет Можно бросить Дим Еще не поздно Не Ну Бросить Всегда Можно Если Какая-то Мотивация То есть Сложновато Но Ничего Ну Все Господа Тогда До Следующей Субботы До свидания До свидания Спасибо